МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире «Диалог о здоровье». Тема нашего сегодняшнего разговора находится на пересечении медицинских, психологических и даже социальных вопросов. Это проблема зачатия ребенка. Сейчас это актуально для многих стран, а в Беларуси с такой ситуацией сталкивается каждая шестая семья. Какое врачебное решение имеет эта проблема и какие вспомогательные, репродуктивные методы и технологии, развиты в нашей стране, тема нашего разговора. Впрочем, говорить мы сегодня будем не только об этом. Пять простых вопросов о здоровье. Вы знаете, в таком возрасте вопросов много. И ответы на них. Вопросы задают разные. Что говорит статистика и белорусские врачи в борьбе с демографическими проблемами? Да, для государства это действительно большая социальная проблема в условиях демографической безопасности, когда мы решаем вопросы низкой достаточно рождаемости. Великий американский писатель, обладавший парадоксальным чувством юмора, говорил «Единственный способ сохранить здоровье – есть то, что не любишь, пить то, что не нравится, и делать то, что не нравится делать». Приверженцы здорового образа жизни, конечно, найдут, что возразить американскому классику, и, возможно, во многом окажутся правыми. Только вот дискуссия окажется односторонней. Впрочем, один факт так и остается неоспоримым. Здоровьем преимущественно своим люди интересовались, интересуются и будут интересоваться. Какие вопросы о здоровье интересуют жителей нашего города – об этом традиционно в начале программы. Я бы хотела спросить у медиков, как они относятся к фитотерапии. Насколько важно обследование до планируемой беременности? Хотелось бы, конечно, консультацию получить от ухогорлоноса по поводу перелетов. Когда перелеты на самолетах, давление на уши и потом проблемы после полета. И вот хотелось бы вот это уточнить, как сами можно справиться с этой, например, ушной болью. Сладкие газированные напитки портят ли они эмаль? Правда ли то, что у беременной женщины с плохим зрением во время родов возможно отслаивание сетчатки? Пока ведущие специалисты пытаются найти ответы на эти достаточно серьезные вопросы, я представлю вам сегодняшнюю гостью. Знакомьтесь. Татьяна Захаренкова, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Гомельского государственного медицинского университета. Доцент, кандидат медицинских наук, врач-акушер-гинеколог высшей квалификационной категории. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, телезрители, уважаемые. Насколько я понимаю, проблема бесплодия, она достаточно распространена, количество бесплодных браков достаточно большое, и в первую очередь это личная проблема. Вместе с тем, это достаточно серьезный социальный вопрос. Да, для государства это действительно большая социальная проблема в условиях демографической безопасности, когда мы решаем вопросы низкой достаточно рождаемости. Но, прежде всего, это личная, очень интимная проблема, с которой не всегда удается обратиться даже к ближним людям. Друзья не всегда понимают, особенно если в семьях у них есть дети, родственники своими, казалось бы, безобидными фразами. Когда вы уже будете планировать ребенка, увеличивают трагизм этой проблемы. И, в общем, конечно, достаточно сильно стигматизируют, наносят психологический ущерб. Да, прежде всего, это психологический. На этом фоне появляются конфликтные ситуации в семье, начинается взаимообвинение, и супруги друг от друга, они удаляются. Они перестают друг друга поддерживать, понимать, и часто это заканчивается разводами. Кроме того, очень такой сложный момент – это обратиться к специалистам, чтобы услышать свой диагноз, понять, что у тебя есть проблема, и тем самым, как бы, из категории здорового человека перейти в разряд того, кому нужны обследования, лечения. Но все это реально нужно решать. Правильный должен быть подход – это понять, что у тебя есть проблема, и заниматься ее решением. Прежде чем продолжить разговор, я предлагаю посмотреть небольшую статистическую информацию и, в общем, разобраться немного с терминологией. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, бесплодным считается брак, в котором в течение года регулярной половой жизни без предохранения не наступает беременность. Конечно, при условии, что супруги находятся в детородном возрасте. Для мужчины эти границы более размыты. Женщины, по той же терминологии ВОЗ, это возраст начиная с 15 и до 49 лет. Частота бесплодного брака в нашей стране примерно соответствует мировой статистике и составляет от 15 до 18%. Медики считают неэтичным рассматривать бесплодие как проблему одного из супругов и чаще всего рассматривают проблему в контексте бесплодного брака. Кстати, по статистике на долю женского бесплодия приходится около 40%. 32% на долю мужского бесплодия и 28% – это доля сочетанного бесплодия, когда проблемы есть у обоих супругов. Опять же, несколько слов о медицинской терминологии. Насколько я знаю, бесплодие бывает не только мужским и женским, оно бывает первичным, вторичным, относительным и абсолютным. Давайте и уточним вот эти вот термины, которые нам встречаются. Да, существует несколько классификаций бесплодия. Как одна из них бесплодие выделяют первичное – это когда у женщины не было беременности вообще. Вторичное бесплодие мы о нем говорим тогда, когда у женщины были беременности, независимо от того, как они закончились. Или это были роды, или это были самопроизвольные выкидыши, или медицинские аборты, или даже внематочная беременность. А в последующем у женщины развивается бесплодие. Тогда мы говорим о вторичном бесплодии. Еще одна классификация – это абсолютное и относительное бесплодие. Абсолютное встречается редко. Это те ситуации, когда ни с помощью медицинских процедур, ни с помощью технологии экстракорпорального оплодотворения мы не можем у данной женщины добиться наступления беременности. Это случаи, когда отсутствуют органы репродуктивной системы, или в результате оперативного их удаления, или в результате врожденной патологии. Относительное встречается чаще. И это та ситуация, когда с помощью медицинских технологий, программ ЭКО, мы можем помочь женщине наступлению беременности у нее. Я знаю, что существуют формы бесплодия, в которых, скажем так, не виноват ни мужской, ни женский организм. Одна из таких форм – это иммунологическое бесплодие. Иммунологическое бесплодие, вообще, да, достаточно сложная проблема. Дело в том, что в организме или самого мужчины, или в организме женщины вырабатываются антитела против сперматозоидов. И в результате этого сперматозоиды, попав в организм женщины, они склеиваются, агглютинируют, и таким образом инактивируются. Сперма теряет свою оплодотворяющую способность. Вместе с тем, я знаю, что существует и идиопатическое бесплодие. Идиопатическое – это вообще особенная форма, когда и женский организм здоров, то есть нет каких-либо факторов бесплодия у женщины, и мужской организм. После обследования мы не выявляем какую-либо причину, которая бы не позволила, чтобы случилась беременность. Тем не менее, она не наступает. Именно такая форма бесплодия и называется идиопатическое бесплодие. Неуточненное, неизвестное. Ну, о котором, наверное, науке еще предстоит много чего узнать. Ну, наверное, это тот случай, когда между мужчиной и женщиной, скажем так, биологическое несовпадение. Случай иммунологического бесплодия – действительно это так. И тогда, применив определенные методы медикаментозного лечения, в принципе, можно преодолеть иммунологическое бесплодие. Плюс специальные технологии, в частности, инсеминация, когда непосредственно в полость матки вводится сперма, минуя иммунологический барьер, который чаще всего находится именно в области слизи цервикальной. В случае же идиопатического о таком мы сказать не можем, потому что истинную причину мы не знаем. И это, наверное, будущее нашей науки, которое позволит нам раскрыть все грани идиопатического бесплодия. Хорошо. Вот часто проблема бесплодия сопровождается вопросом, кто виноват. Конечно же, это понятно, потому что это большая личная проблема. Но правильнее, с моей точки зрения, здесь задавать вопрос, что делать. Для того, чтобы знать, что делать, первое, нужно понять, что у вас есть эта проблема. Супружеские пары должны сами обратить на это внимание. Если в течение года регулярной половой жизни без контрацепции не наступает беременность, да, это проблема. Почему выбран вот этот год? Это статистически доказанное время, потому что у 30% супружеских пар беременность наступает в течение трех месяцев совместной жизни. Еще у 60% в течение семи месяцев. И 10%, у кого беременность наступает через 11-12 месяцев от начала половой жизни. Таким образом, году при отсутствии проблем беременность должна наступить. Что же делать дальше? Дальше нужно обращаться к специалистам, которые помогут найти причину отсутствия беременности у данной супружеской пары. Ну, тогда давайте, конечно же, сразу про озвученная истина. Ведь понятно, что у мужчин, у женщин это разные специалисты. Давайте расскажем об этих специалистах. Действительно разные специалисты, но, тем не менее, эта проблема такая междисциплинарная. И врачи-акушерогинекологи, и урологи-андрологи, и в дальнейшем это репродуктологи, психотерапевты, занимаются решением проблемы бесплодия. И тут нужно знать, куда первично обращаться. Прежде всего, это женщина. Она обращается там, где ближе находится врач-специалист. Это женские консультации к своему участковому врачу-акушеру-гинекологу. Это ее первичный и основной источник дальнейшей информации о том, как действовать в дальнейшем. Следующее – это отделение бесплодия. В городе Гомеле они находятся на базе Гомельского областного диагностического медико-генетического центра с консультацией брак и семья. Акушерогинекологи занимаются непосредственно обследованием женщины и лечением у нее проблем. Андрологи-урологи занимаются проблемами мужского бесплодия. Психотерапевты оказывают поддержку супружеской паре. И в дальнейшем, если нужны уже экстракорпоральные оплодотворения, другие технологии – это врачи-репродуктологи, эмбриологи работают. Насколько мне известно, диагностика мужского бесплодия легче женского, потому что, в принципе, заключается, наверное, в одном анализе. Да, это действительно так. Уже оценка показателей спермограммы помогает специалистам сориентироваться о том, насколько мужчина фертилен или способен к зачатию. А уже если там есть проблемы, тогда необходимы более глубокие методы обследования и консультации специалистов соответствующих. Ну, понятно. Если для того, чтобы разобраться с бесплодием мужчины, нужна спермограмма, то возникает резонный вопрос про женщин. А может ли сама женщина как-то оценить свою фертильность? И, кстати, что значит этот термин? А термин «фертильность» вообще подразумевает способность половозрелого организма к зачатию или к воспроизведению жизнеспособного потомства в целом, в таком биологическом понятии. Женщина сама определить у себя способность к зачатию, наверное, до конца не может, потому что тут есть целый ряд факторов женского бесплодия. Хотя такие показатели, как, например, нормальный менструальный цикл, то есть менструации регулярные, безболезненные, это первый момент, что уже говорит о том, что репродуктивная система функционирует относительно нормально. Следующая женщина может проследить у себя факт наличия овуляции, то есть созревания яйцеклетки. Есть такие специальные тесты, в частности, это тест базальной температуры, когда женщина, измеряя у себя ректальную температуру ежедневно, может примерно сориентироваться о том, формируется ли у нее так называемое желтое тело, беременности, которое продуцирует гормоны. И тест полоски на овуляцию. Это то, что она может сделать сама. Но вообще факторов много. И такие факторы, как, например, трубно-перитениальный, когда непроходимы маточные трубы. Выявить это можно только с помощью специальных, достаточно сложных диагностических процедур, и это нужны специалисты. Эндокринный фактор бесплодия, то есть как происходит у женщины созревание яйцеклетки, уровень ее гормонов. Для этого тоже нужны специальные методы обследования. Еще один фактор – это маточный фактор. Как функционирует матка как плодовместилище, нет ли там патологии внутри слизистой матки. Это все необходимо тоже проводить. Прежде всего, ультразвуковое исследование, эндоскопические методы. И для этого, в общем-то, нужна помощь специалистов. Ну, а скажите, пожалуйста, среди перечисленных факторов, какие факторы все-таки дают надежду на долгожданную беременность? На сегодняшний день медицина эффективно диагностирует и лечит практически все из вышеперечисленных факторов. Для того, чтобы, например, справиться с проблемой отсутствия овуляции, применяется целый ряд медикаментозных препаратов, что позволяет добиться созревания даже не одной и двух яйцеклеток, а, например, так как это в программах ЭКО, 10 и более яйцеклеток мы можем добиться, чтобы они созрели. А в то же время для трубно-перитениального фактора основным методом лечения, чтобы восстановить проходимость маточной трубы, это хирургическое вмешательство. Выполняется лапароскопическая операция, и в дальнейшем уже рассекаются спайки, и таким образом мы восстанавливаем проходимость трубы. Достаточно хорошо мы можем помогать женщине, и при наличии маточного фактора бесплодия. При наличии в полости матки миоматозных узлов, полипов, перегородок существует такое эндоскопическое хирургическое вмешательство, когда производится удаление этих образований, и тем самым восстанавливается слизистая полость матки, и она способна будет к дальнейшему вынашиванию беременности. А какие дополнительные методы репродуктивных технологий используются в нашей стране? В учреждениях здравоохранения Республики Беларусь, также в целом ряде коммерческих центров, на сегодняшний день можно получить весь перечень вспомогательных репродуктивных технологий. Вспомогательные репродуктивные технологии – это совокупность медицинских технологий, лечебных процедур, которые позволяют женщине преодолеть бесплодие, когда один или все этапы зачатия происходят вне женского организма. Это и экстракорпоральное оплодотворение с переносом эмбриона в полость матки. Это и технология инсеминации спермы мужа или донора. Кроме того, существует такая микрометодика, как внутрицитоплазматическая инъекция сперматозоида, то есть когда один сперматозоид, одна яйцеклетка, и этого уже достаточно для того, чтобы получилась беременность. Но это, пожалуй, один из самых высокотехнологичных. Да, это достаточно высокотехнологичный. Он требует специального, очень хорошего, современного оборудования. Ну и, в общем-то, проблема суррогатного материнства в нашей стране. Она тоже решается. Узаконены все эти процедуры. Так что, применив любой из этих методов вспомогательных репродуктивных технологий, мы можем получить хороший результат, в частности, беременность желанную. У вас, как у специалиста, наверняка есть слова поддержки тем, кто уже столкнулся с проблемой бесплодия лицом к лицу. Уважаемые наши телезрители, на современном уровне медицины проблема бесплодия – это не приговор. Существуют достаточно эффективные методики решения этой проблемы. И я просто призываю, что не живите с этой проблемой, обращайтесь к специалистам, и они помогут вам установить причину вашего бесплодия. И самое главное – преодолеть это бесплодие. Еще у меня очень важное такое пожелание к супругам. Будьте внимательны друг к другу, поддерживайте друг друга. И тогда совместно мы справимся с этой проблемой. А вы сохраните свои отношения, любовь, и с этой любовью справитесь с бесплодием. Замечательные слова. Ну а прежде чем попрощаться, я бы хотел вернуться к вопросам, которые задали жители нашего города в самом начале программы. Тем более, что наши специалисты уже подготовили на них ответы. Я бы хотела спросить у медиков, как они относятся к фитотерапии. Несмотря на то, что растения, на первый взгляд, абсолютно безвредны, к фитотерапии, как и к любому приему лекарственных средств, следует относиться очень серьезно. Нельзя назначать травы самостоятельно себе. Выяснить, какие наиболее эффективны, в каких дозах и какие именно травы следует принимать, вы можете обратившись к специалисту, фитотерапевту. Насколько важно обследование до планируемой беременности? Для каждой женщины на определенном этапе рождение здорового ребенка является самой главной задачей. Поэтому получить какие-то советы и консультации для нее важно от специалистов, которые могут их ей дать. Это в первую очередь, конечно, и кинеколог, но здесь имеет значение и врач-дерматолинеролог. Частую его консультации являются очень важными. И если выбирать, кому сначала обратиться, к гинекологу или дерматологу, я бы отдала предпочтение дерматовенерологу. Хотелось бы, конечно, консультацию получить от ухогорла-носа по поводу перелетов. Когда перелеты на самолетах, давление на уши и потом проблемы после полета. И вот хотелось бы уточнить, как сами можно справиться с этой, например, ушной болью. При взлете человек может в какой-то степени предотвратить субъективное ощущение заложенности ушей, которое связано с тем, что при резком изменении давления происходит ощущение заложенности ушной раковины. Это связано с тем, что слуховая труба, которая связывает между собой барабанную полость с носовой частью глотки, она в какой-то степени слипается. Давление в барабанной полости увеличивается, барабанная перепонка выпячивается в сторону наружного слухового прохода. Поэтому обычные проглатывания слюны будут способствовать движению слуховой трубы, и это будет приводить к снижению ощущения заложенности ушей. Сладкие газированные напитки портят ли они эмаль? Безусловно, да. Сладкие газированные напитки содержат огромное количество сахара, который является отличной питательной средой для микроорганизмов. Они быстро размножаются, выделяя молочную кислоту и разрушающую эмаль зубов. К тому же газировка содержит лимонную кислоту, которая оказывает прямое размягчающее действие на эмаль. И еще газированные напитки окисляют паш внутренней среды, тем самым способствуя повышенному расходу кальция. А правда ли то, что у беременной женщины с плохим зрением во время родов возможно отслаивание сетчатки? Я бы хотела, чтобы все беременные серьезно отнеслись к медосмотру, который они проходят, в том числе и у офтальмолога. Все это делается на благо беременной женщины, в первую очередь, ну и, естественно, малыша. И прохождение офтальмолога – это тоже не для галочки делается. Если офтальмолог видит уже на ранних сроках, то есть первый осмотр, как правило, это первый триместр, второй осмотр – третий триместр. Если он видит уже в первом триместре возможные риски, производится более детальное обследование, глубокое. И есть группа заболеваний, так называемой периферической дистрофии сетчатки. Это то, что чаще всего обследуется. И они могут приводить, да, в самых, конечно, неприятных тяжелых случаях, к отслойке сетчатки. Во время родов происходит натуживание, интенсивная нагрузка на все органы, в том числе на глаза. Естественно, повышается внутричерепное давление, внутриклазное, следовательно. И могут не выдержать ткани, которые изначально были ослаблены. Скажем так, сетчатка – это наша нервная ткань внутри глаза. Мы ей все видим. Но как нервная ткань, восстанавливается она сложно. И если мы видим истончение ее, какие-то начальные или более грубые дистрофические изменения, то здесь уже врач совместно также с акушер-гинекологом решают вопрос о том, женщина может рожать сама или все-таки риск физиологических родов очень высок. Диалог о здоровье прощается с вами. Сегодня в гостях у нас была Татьяна Захаренкова, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Гомельского государственного медицинского университета. Ну что же, будьте здоровы, будьте счастливы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова